Я все время слежу за ситуацией. Как только начинаются какие-то шаги к миру, так тут же начинаются различные сложности. Я считаю, что нам, несмотря ни на что, ни шаги со стороны России, ни со стороны ДНР, ни, кстати, и нашей власти тоже, нам надо идти к миру. Потому что я хочу, чтобы вы все услышали одно слово. Не будет мира, что бы нам ни рассказывали, какого вы гения мы не поставили на главе экономики, ничего никто не сделает. Не будет мира, не будет вот этих наживающихся на крови с двух сторон паразитов. Когда их не будет, мир установится за два часа. Поэтому, к сожалению, война выгодна. Выгодно, как печально это говорить, разным людям с разных сторон. И все эти истории с паспортами, это в топку. Нам надо не обращать внимания и идти к миру. Вот это у нас путь. Потому что натворили они уже все такого, что что нам дальше делать, тоже очень сложно. Нет, ну смотрите, блокада это абсолютно коммерческая операция, которая была инициирована теми людьми, которые опять хотят зарабатывать. Блокады наших людей, которых мы сами называем нашими гражданами, надеюсь, что другого никто не скажет. И это просто глупость. Это с одной стороны, опять же. Но всегда есть вторая сторона. Вторая сторона заключается в следующем. Я думаю, что нам самим надо определиться, чего мы хотим. Вот как только мы определимся, что мы хотим, нам сразу понятно, что мы хотим. Мы хотим, чтобы эти земли остались землей Украины. А я повторяю уже два с половиной года, что свою землю не раздаем, даже зумцы там какие-то в Африке. Значит, нам надо вести, соответственно, не раздувать это бесконечную ненависть и не раздувать бесконечный пожар. Потому что, с одной стороны, мы говорим, что это наша земля и наши люди. С другой стороны, посмотрите, слова, которые говорят. Это там подонки, там те, там те. Ну так вы решите что-то для себя. И вот эта нерешенность, вот это вот непонимание, куда бежать, вот и приводит ко всем этим результатам. То же самое, что вы понимали на всех уровнях, включая строительство государства Украины. Нам никто не сказал за два с половиной года, чего мы строим. Ну что мы хоть строим, пусть хоть один человек скажет, что мы строим. Мы бежим в разные стороны, в зависимости от меняющихся руководителей. Но что строим, ни один из них не говорит. За 25 лет мы просто, просто находимся в процессе стройки. Я предлагаю блокировать трибуну уже в течение последних трех месяцев. Только не для того, чтобы пить друг другу рожи и выяснять все из них более патриотичное настроение. А для того, чтобы заставить власть привезти в зал ответственных за тарифы в первую очередь. И заслушать вот эти воровские, наглые, узорозоряющиеся в сторону тарифы. Вот это вот я действительно прошу. Поэтому, если блокировать трибуну для того, чтобы просто рассказать, кто из них там важнее, или кто патриотичнее, это безумие. Если блокировать трибуну для того, чтобы разобраться с тем катастрофой, которая происходит в карманах наших граждан, тогда это все правильно. А вообще я считаю, что Верховный Совет обречен. Там находятся люди, которые больше не думают об Украине. Там находится свора коррупционеров. Поэтому Верховная Рада должна быть распущена. Это понятно уже любому человеку в нашей стране. Оказывается, выступал на канале, на одном министр, вице-премьер Рева, и сказал, что мы живем намного лучше. Я, честно, я уже рассказывал, я вчера подумал, что я просто... Ну, меня не было один день. Думал, что я от чего-то отстал. Вышел, поговорил с людьми, спросил. Нет, все то же самое. Значит, все-таки-то он не оттуда приехал, по-моему. Выступал премьер-министр, сказал, слава богу, в страну пошли инвестиции. Я поднял цифровые данные тут же, потому что, ну, может, я отстал за сутки. Посмотрел, я уже все рассказывал. 3,8 миллиарда получили мы инвестиции. Самое меньшее вообще в мире, по-моему, кто получил. Там Лесота еще, по-моему, какое-то. Из них 2,2 из России. То есть мы, наконец, в результате этой войны победили все, и Россия теперь стала главным донором украинской экономики. Это не считая 4,5 миллиарда, которых мы получаем за то, что там наши украинцы работают. То есть мы, у нас очень много людей, занимающихся экономикой. Просто, знаете, как вам сказать, вот есть люди, которые берутся за что-то, да, и берутся, и у них не получается. Есть два варианта, они получаются. Первый не получается, просто они не могут, да, называется как? Ну, неумение, там, импотенция, как вам больше нравится. Такие тоже есть у нас, да. Но в основном это немножко другое. В основном, вот я смотрю, когда касается их себя, своего бизнеса, своих интересов, очень умные, хорошие люди. Все у них получается. Как только за государственное берутся, ничего. Я сегодня просто, это у меня сегодня повышенный градус раздражения, потому что я полностью сегодня у совещания Супрун, это номер один враг, я считаю, Украины. Про медицину говорима. Я еще не говорю, я про врага номер один Украины говорю. Она сегодня объявила на закрытом совещании, чтобы не было медиа, всех выгнали, собрала всех медиков сегодня в центре Киева и сообщила им следующее, что теперь скорой помощи, говорит, полностью демонтируют все оборудование скорой помощи, просто машина будет. Дальше. Врачи будут сидеть в одном месте только, а больным будут приезжать машины, и теперь если будут везти инду, так к врачу. На нее все смотрят, тут полный зал, говорят, скажите, пожалуйста, а есть человеку плохо. Она говорит, смотрите, у нас есть квалифицированные пожарные и скорая помощь, которые будут оказывать помощь. Дорогие украинские зрители, вот этих дебилов, уничтожающих свою страну, мы посадили себе на голову. Кто она такая, я не пойму. Нашли какую-то, какое же слово найти такое мягкое, нехорошего человека, да, нашли. Только за что его, почему, да какие заслуги, человек, имеющий четвертую степень из десяти магистра там в Америке, стала руководить в 45-миллионной стране медицины. Отскаки, у нее знания есть, никаких. Что она знает? Единственное, что она не может по-украински, говорит, это, конечно, успех. Она, у нее паспорт не украинский, это тоже достоинство в сегодняшней нашей Украине. У нас портовики, огромные портовики, с огромным образом, чего их не ставят. Прячут глаза, им кто-то указание дал. Какое указание? Скажите, а как больным быть в нашей стране теперь? Выживатый, якось. Выживатый. Можем ижитый будем, а вон и выживатый. Можем же, возьмем, поменяем ситуацию. По конституции Украины, право голоса и право власти в стране принадлежит народу Украины. А не Супрун, приехавшись нам, или там Бачуну, приехавшую из Польши, или еще каким-то недоумком. И что, народ просто должен вспомнить, что власть принадлежит народу. Я, к сожалению, после сегодняшнего совещания у Супрун, считаю, что, наверное, время уже к самому немодному. Пусть холода только немножко спадут, людей жалко. Я считаю, что люди имеют право на народное волеизъявление и на то, чтобы не давать себя убивать. Но нельзя давать себя убивать, люди. Нельзя. Послушайте, пусть бы они хотя бы сказали, ну давайте два месяца подождем, мы сделаем вот это, вот это, вот это. Ну знаете, как человеку говорят, давайте потерпим два-три месяца в семье, но мы купим вот это. Понятно, для чего вы себя отказываете, что вы хотите купить. Нам ничего никто не объясняет. Нам никто не объясняет, что мы построим через полгода, через час. Нет, нет плана строительства, мы ничего не строим. Мы прожираем, проживаем вот это все и все. Уничтожаем себя, набираем долги для детей и внуков, и потом стыдливо должны идти на погост. И молчать, чтобы нам не сказать, что они нас обижают. Да что это такое вообще? Такого нет нигде. В Африке, я не знаю, племена поднимаются, когда их уничтожают. Индейцы, правда, неудачно, но поднялись. Ну мы же не индейцы, не Нифа. Что происходит? Находятся на территории Украины, приехали захватчики, захватили страну. Знаете, остальная статистика, 17% украинцев вважают, что они задоволенны с жизнью в нашей стране. И близко 30% хочет выехать за межи этой страны. 17% задоволенны с жизнью в Украине? 17%. Можно мне показать? Багато чи баллов знаете. Можно мне показать? Люди, дорогие зрители, покажите мне эти 17%. Да, покажите мне 2%, чтобы я уже понял, что ничего в стране не понимаю. Одного человека покажите, кроме самого, вот там вот кто управляет этого. Но, извините, нет, согласен, сейчас я не прав, все, извиняюсь. Давайте посчитаем. Давайте пара ходят. 450 депутатов, значит, правительство примерно там около 1000 человек, администрация – 1000, 2-3, в местах 8, около 20 тысяч, теперь члены семей, 100 тысяч в стране очень хорошие живут и радуются жизни. Давайте посчитаем, 40 миллионов, да, 4 миллиона – это 10%, 400 тысяч – это 1%, значит, у нас примерно, наверное, в стране полпроцента довольных людей. Откуда 17 взялось, я не знаю. Вы довольны тем, что происходит? И я – нет. И вот все, кто здесь смотрит, и на нас смотрятся, и выйдем на улицу, где 18% нашли. Они все это рассказывали, что Трамп проиграет выборы, эти же социологи. Потом они рассказывали все остальное. Сейчас они рассказывают, что вся страна голосует за Петю и Юлю. Я не могу найти ни одного человека, ни за одного, ни за другого. Есть, есть, я видел одну бабушку, она за Юлю. Она ее помнит еще в прошлом. И, знаете, у нас просто выхода другого нет. Я вам могу объяснить, почему. И дело ни во мне, ни в чем. Вот скажите, а что мы будем делать? Вот сейчас объявят выборы, да? Мы хотим получить новый экономический курс. Мы хотим изменить ситуацию. И кто ее будет менять? Члены пять партий, которые составили коалицию были. Если кто не помнит в стране, я напомню. Пять партий, взявшись за руки, взяли полную ответственность за экономическую и политическую ситуацию в стране. Это Народный фронт, БВП, Тимошенко, Ляшко и Самопомощь. Помните? Песни пели, стояли. Красиво все. В шиванках все. Сейчас что-то реже носят. Я сейчас как-то уже так смотрю, вообще что-то видно. Или в шиванке пропили. Ну, неважно. Не будем так бедных людей трогать. Значит, вот это все было. Эти пять партий, за них голосовать нельзя, потому что они уже все это срубилы. Что там у нас остается, кроме нашей партии? Кто там не попал в парламент? Что там у нас еще есть? Самопомощь, не самопомощь, мы уже посчитали, она уже голосовала. Есть кто не попавший? Есть свобода, да? Правый сектор. Кто у нас еще есть? Компартию запретили? Запретили. Социалисты, да? И мы, да? Ну, я не знаю. Мы хотя бы полтора года проработали над тем, как в течение года, я вам сразу говорю, нам нужен будет год переходного периода, чтобы восстановить все, что эти паразиты уничтожили. На второй год мы будем жить совершенно иначе. А к концу второго...